Более 160 миллионов рублей за один укол, от которого зависит жизнь ребенка. Родители Максима Гришина собирают деньги через российский детский фонд. Мальчику нет и трех лет. Большую часть жизни он борется с тяжелым заболеванием. У Максима спинальная мышечная атрофия. Какую помощь предлагают родителям мальчика в областном здравии и почему его нужно лечить в Америке, расскажет Ольга Мартынова. Спинально-мышечная атрофия – это не лечится, так сказали врачи родителя Максима Гришина. Прописали только ЛФК, массаж и физиопроцедуры. Два года назад мир семьи Гришиных перевернулся. Радость воспитания ребенка превратилась в ежедневную борьбу за жизнь. Смертельное заболевание прогрессирует. Мальчик не может сам ходить и сидеть. Александра Гришина, мама Максима, боится, что мышечная слабость может дойти и до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. Упущено очень много времени. Максим у нас уже болеет два года. Мы боремся за этот препарат уже два года. Каждый днем мы просто теряли ребенка на глазах. То есть спинально-мышечная атрофия без терапии. Это просто медленное касание ребенка. За два тяжелых года родители прошли череду судебных разбирательств. Только так, добиваясь медицинской помощи с участием Следственного комитета, Максиму предоставили бесплатно лекарство спинраза. Этот препарат не излечивает заболевание, а лишь замедляет его течение. Мы не уверены в завтрашнем дне просто о том, что наш Максим будет обеспечить данный препарат. Самостоятельно мы его приобрести не можем, потому что одна инъекция стоит порядка 5 миллионов. Однако решение есть стоимостью 168 миллионов рублей. Самый дорогой в мире препарат – золгенсма. Он заменяет отсутствующий ген, который отвечает за выработку белка. При этом вводится однократно. Когда об этом узнала Александра Гришина, в ее материнском сердце появилась надежда и вера, что Максиму можно помочь. Тем более в России есть президентский фонд помощи тяжело больным детям. Круг добра. И Министерство здравоохранения Кировской области присоединилось к нему. В рамках организации медицинской помощи детям с диагнозом спинальная мышечная атрофия Министерством здравоохранения Кировской области подана заявка в Министерство здравоохранения России о включении всех детей с СМА, проживающих на территории региона, на обеспечение лекарственными препаратами через фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями круг добра. Заявка одобрана экспертным советом фонда в полном объеме. Но в первую очередь лекарством золгенсма от фонда обеспечивают детей до 6 месяцев. Препарат подходит детям с весом до 13,5 килограммов. Вес Максима около 8,5 килограммов. Его мама переживает, что в ожидании препарата, получение которого в Министерстве здравоохранения не гарантируют, они упустят время. Купить дорогостоящие лекарства семья не может. Родители надеются собрать средства через Российский детский фонд. Ольга Мартынова, Никита Донога, Бюро новостей, Давича.